МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Гимнастический городок, легкоатлетические дорожки. В общем, это позволит и играть, и футбольная трава будет в хоккейной коробке, то есть летом можно будет играть в футбол. То есть как минимум 4-5 видов спорта здесь будет охвачено, потому что планируется еще или волейбольная, или баскетбольная площадка, тоже в формате этого мини-стадиона. Учитывая то, что земли наши насыщены грунтовыми водами, поэтому в проекте разработаны все и учтены все эти вот такие вот, будем говорить, преграды, в том числе и подтопления. Надеюсь, что подготовительные работы мы закончим буквально в июне уже завершим, и потом останется только монтировать все остальное оборудование. Помимо строительства нового комплекса в Таврическом планируют отремонтировать детско-юношескую спортивную школу. Заменят пол в зале общей физподготовки, проведут косметический ремонт в раздевалках и тренерской. В большом зале полностью обновят освещение, а старые оконные блоки заменят на новые стеклопакеты. Самая основная проблема наша – это окна, из-за которых зимой очень холодно, потому что они очень старые. Поэтому вопрос давно стоял уже об этом, и, слава богу, наконец-то решился в этом году, буквально уже на этой неделе в конце. Нас обещают уже начать ремонт. У нас здесь очень много видов спорта – волейбол, футбол, греко-римская борьба, дзюдо, гиревой спорт, баскетбол. Район спортивный. И сейчас, как раз, если вот эти условия сейчас еще нам создают, то дети это тоже все видят. Кроме того, министр посетил единственную в области площадку спортивного пинтбола, которую товарищанцы построили сами три года назад. Укрытия спортивные, надувные, ну здесь они спущены в связи с погодными условиями. Полностью регламентированы правила, есть судьи на поле, как выставляются фигуры, какой должен быть размер поля, скорострельность шара в маркере, маркер – это с чего мы стреляем. Эта площадка является основной тренировочной базой для спортсменов Омской области, которые уже третий год подряд показывают хорошие результаты на всероссийских и окружных соревнованиях. Сейчас создали секцию для детей, второй год уже существует. За два года секции детской, получается, наши дети, школьники, заняли первое место в России, на чемпионате России среди молодежи. Вот. 30 апреля этого года и 1 мая были отборы в сборную России, из пяти наших претендентов трое прошло. То есть это очень большой результат, если учитывать, что порядка 50 спортсменов было, причем спортсмены были самые, то есть титулованные на отборах, это в Москве было. Вот. Отобрали всего 14, из этих 14 трое наших воспитанников. Дмитрий Крикорьян в ходе визита проверил также состояние спортивных объектов на территории главного районного стадиона. Площадки для выполнения нормативов ГТО, для городошного спорта, а также хоккейную и волейбольную. Все находится в очень хорошем, я бы даже сказал, отличном состоянии, вся инфраструктура спортивная. Видно, что здесь люди живут спортом, живут. Самая главная, наверное, задача – это создание хороших человеческих условий для людей, которые приходят сюда заниматься спортом, физкультурой. Сейчас активно задумаемся о том, чтобы какие-то еще областные соревнования здесь проводить, потому что действительно база очень хорошая, база в идеальном состоянии. Поэтому я очень доволен этой сегодняшней поездкой и тем, как содержится в целом инфраструктура. Поэтому, конечно, огромные слава и благодарности и главе, и всем людям, которые вот эту непростую в наше время сегодняшнюю работу делают. Субтитры создавал DimaTorzok